Задачи массажа у нас в реале захватывают все эти системы и, собственно говоря, на все эти системы не так или иначе массажа воздействует. То есть, если мы с вами возьмем, ну вот крово-лимфотон, да, это одна из базисных концепций классики. Кроме того, есть персонально несколько видов антицеллюлит на этом замешан. Второе, это кожа, один из самых крупных органов тела. Там тоже очень много чего замешано, и антицеллюлиты, рефлекторные свойства кожи и так далее. Дальше внутренние органы, висцеральный массаж и, в принципе, такой-то классический массаж мы должны делать с учетом понимания, грубо говоря, расположения этих органов, да? А то там смотришь, даже на чемпионатах начинают от плеча лупить в регион почек, не трогание в регион. Конечно, там баллы за это снимаются, но дело-то не в баллах, дело-то в том, что человек, он и в кабинете так работает. Ну вот, плюс, естественно, нервная система, а это огромный массив технологии, это все рефлекторные, это, по сути дела, с нервной системой работают практически все техники, так или иначе, поэтому какие-то основы, устройства нервной системы знать надо. Многие на базе даже чисто классики влезут, например, в такие проблемы, как работа с грыжей, не очень понимая, что это такое или как там и чего. Тоже, соответственно, ну и так далее. В общем, если брать, там, допустим, скелет, ту же надкосницу, есть массаж переостальный, который работает целиком с надкосницей только. Есть массаж, направленный на начало и окончание прикрепления мышц надкосницы. Как раз вот и система Ширина на этом базируется. Более глубокое понятие введем о миофасции. То есть вот так вот предполагается расширить спектр. Я думаю, это будет не лишнее для уровня первого курса. Поскольку каждое из этих направлений, оно подразумевает не просто какие-то там начинные моменты, а именно направления, которые, ну, не нужны для прагматики, а реально практически равны. Так вот, следующий момент, по которому, это кожа. Вот, понятное дело, что практически ни один массаж не обходится без того, чтобы работать с кожей. Кто-то уже вытащил меня сюда. Вот. Чего? Страсть к знаниям, это хорошо. Откуда-то, если мы возьмем здесь кожу? Здесь буквально пара страниц уделено. То есть, в общем-то, здесь, по сути, даны разделение кожи на три основных слоя. То есть, это эпидермис, собственно, кожа и гиподерма. Ну, вот, собственно, кожа или дерма. Отсюда и врач-дерматолог. То есть, он именно дерму изучает кожу. Вот. Верхний слой, вот этот вот эпидермис, это защитный слой. И в данном случае здесь включается еще и слой тех клеток, которые, скажем, генерируют вот этот вот самый поверхностный слой омертвелых клеток. Омертвелые клетки, они тоже не просто так, они там наполнены определенным самостатом, в том числе и кожным жиром. И поэтому достаточно просто. А белые клетки, они, как бы, нужны для защиты и прочего. Вот, собственно, дерма – это волокнистая структура, волокнистая ткань, которая состоит именно вот из волокон хаотично скреченных, ну, более так в одной плоскости. Это вот как раз то, из чего делаются сумочки и ремни. Вот. И гиподерма или ПЖК, как еще называют подкожно-жировая клетчатка или подкошка. Вот. Значит, собственно, все три слоя имеют достаточно большое значение и в массаже, и в процедурах, особенно вот для тех, кто из вас работает в спа, в сауне, в бане. Вот. Те, кто работает в лечебке, конечно, кожа там поменьше немножко, но все равно есть определенные рефлекторные свойства кожи, которые нужно учитывать. Кожа, вообще, это достаточно многофункциональный орган, очень многофункциональный. У кожи огромное количество функций. Ну, давайте попробуем их, вот, как бы озвучить. Смотрим сейчас. Причем, давайте рассматривать кожу, включая подкожно-жировую клетчатку. Итак, первое, какая функция у кожи? Защитная. Защитная. Смотрим сюда входит механическая защита, да? Еще какая? Типовая. 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 Почему у нас, собственно говоря, верхний слой – мертвый слой? Да? То есть, если что, повредится. Вот, например, кодозащитная функция. Вот. Кожа. Тоже, как бы, работает. Потому что, представьте, вот, когти бы вам в живой нерв. Вот. А тут, вроде бы, по коже ничего. Значит, защитная. Раз. Еще какие функции? А? Дыхательная. Дыхательная. Замечательно. Помните, в каком-то фильме, по-моему, про Шерлока Холмса, там один злыдень, а, нет, не про Шерлока Холмса, про агента 007, там злыдень покрасил золотой краской женщину Goldfinger. Вот. Вот. И в результате нарушения кожного дыхания она просто умерла. Ну, вот это я, не знаю, в курсе. Значит, соответственно, дыхательная. Еще. Выделительная. Выделительная. Да. Ну, то есть, обмен на пот, жир. Дыхательная. И здесь же, если мы берем пот, то это терморегулирующая функция. Правильно? Терморегуляция. Терморегуляция. Далее. Что у нас еще идет? Барьерная. Барьерная. Ну, это защитная. Мы можем отнести. Ну, смотри. Чувствительная или рецепторная? Да. То есть, там, пошло и качество рецептов. Да, вот. То есть, информационная, как вы говорили. Чувствительная, сенсорная. Наверное, это будет более правильно. Правильно? Сенсорная. Вот. И сюда же, наверное, к сенсорной можно отнести именно чувствительную в более широком. В том числе и в гидронистическом, таком, для получения удовольствия. Кошечку гладим, она же малычет. Вот. И когда нас хорошо гладит, мы тоже не остаемся равнодушными. Правильно? Вот. То есть, эмоционально тоже идет. Эмоциональное регулирование, не только. Встань. Эмоции. Эмоции. Дальше. У нас еще рефлекторные. То есть, у коже очень много рефлекторных датчиков. Верно? Рефлекторные. Дальше. Если взять подкожно-жировую клетчатку. это что же кожа здесь у нас еще какие функции но кроме защитных тем термозащитных механическая амортизация опорная функция кожа кстати имеет тоже опорную функцию она как бы стягивает все удерживает у нас правильно почему у старичков все висит а молодых все подтянут тоже кожа вот еще какая функция там есть у мужика она является таким местом депомирования различных веществ различных в том числе и гормонов кстати да из гормонов пжк например в жил что откладывается эстрагии эстраген поэтому толстячки они такие все так сказать и голос у них тонкий такой женственный и волос у них тоже выпадает из тела и прав не агрессивные особо вот соответственно гормональный плюс кожи в самой непосредственно и в околокожных структурах у нас содержатся и другие гормоны такие как гистамин и ацетилхолин но это у нас гормоны которые хорошо у нас влияет на проницаемость капилляров вы помните да когда у нас кусает оса или пчела у нас это место активно краснеет там где-то аж волны вздувается на там лежала ну вот это вот собственно явная такая гистаминовая реакция то есть проявляется на сосудах и соответственно гистамин это вот медиатор именно подобных реакций поэтому в том числе здесь это проявляется очень яркие механизмы при аллергических процессах и соответственно снижает этот эффект анти гистаминовые препараты такие как динодрол там и так далее вот мужчинам нужно их рекомендовать с осторожностью особенно женатым потому что определенные мужские свойства эти препараты достаточно сильно гасит тоже вам как бы так для справки а то будете потом причины чужого несчастья семейного опорная функция особенно у пжк она еще в чем выражается опорная функция того же жира например тот же жир он держит это право не кожи уже жир держит почки поэтому худощавые худые люди как право страдают опущением почек потому что вот эта корона около почки она улетучивается и особо почку ничего не держит она обычно приспускается особенно если конечно этот худощавый там как брюс ри весь из себя такой мышечного качества не кажется держится все хорошо а если это 80 уровня великий победитель клавиатуры боец ну конечно там все это опущено причем даже уже весьма нежного возраста лет в 16-18 это еще не все еще кожи можно так сказать написать осизнательное свойство информационное там еще можно написать потому что те же самые вот волоски на коже вот это же по сути дело сбор информации правильно об окружающей мире вдруг там скалопембра какая-то ползет еще что-то опять же почему если как бы более чувствительной боли и более волосатые чем женщина если мы возьмем допустим лайку мужского полу и женского то волосатость не отличается то же самое у шимпанзе видимо вот завязано на своеобразный такой гендерный отбор по ролям процессе уже формирование самого человека гендерная роль женщины это было все-таки более домашняя роль гендерная роль мужчины это роль такого путешественника воина добытчика и путешествиях там по лесу и прочее вот осизнательная такая волоса она должна была быть более такой плюс волос шерсть своего рода защита почему льва гриба у котов почему многие собаки вот которые такие агрессивные волкодан там прочее они достаточно шерстистые тоже не так легко через шерсть и прокусить бойцовые собаки они пусть гладкошерстные но у них шерсть очень подвижны то есть захватываешь кожа скользит и ярко проявляется как раз он защитные свойства кожи вот поэтому исходя из этого вы конечно должны понимать что шуму себе надо брать из шкур хищных животных которые были прочная потому что у зайчика и у кролика например там шкурка рассчитана на то что там сама подцепить его когтиками он порвется он жив останется вот то есть вот у кроликов у них жиденькая шкурка вот в то время как допустим шубу зависим значит плюс ну вот осизнательная роль опять же часто очень женщины говорят о том что мужчина плохо выдерживают боль тоже завязано на гендерную роль в свое время и как бы для мужчин боль это грубо говоря такой сторожевой пес здоровье и сохранность не дай бог там не наступил не на ту или там кто-то ползет а он прозевал этот фактор только в черную маму тикнула из скорпиончика для женщины наоборот сильная боль это смертельно опасно не было никаких боли утоляющих и женщины с низким болевым породом просто выбирали в процессе родов процесс родов насколько я читал и слышал он достаточно такой болезненный хотя в моем время молодости говорили что лучше разу будет рожать чем каждый день бриться но дело в том что вам просто не довелось бриться бритвами в той поры бритва нева ей побриться примерно то же самое по ощущению что шкуру с лица самым живьем сейчас ей тушь подчищает но в общем все эти дифирамы как бы кожи и плюс эстетическая наша внешность тоже во многом зависит от состояния кожи от питания кожи поэтому для массажиста конечно немножечко знать о коже не помешает а подкожные жировой клетчатки вот так вот три слоя верхней понятно там так сказать отмершие самым эпидермис начало роста этих клеток позалили ниже идет собственно кожи где располагается потовые железы волоски жировые железы и в частности на поверхности кожи существуют поры через которые в какой-то мере все это проникать кстати всегда веселит очень активная реклама разных чудеса как средств которые рассказывают о том как вот это вот вам супер мазь расщепляет жировые клетки и прочее 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 всегда интересен вопрос даже если этот субстант что-то там один это как он пробирается по партизански через кожу дело в том что опять же возвращаемся первая функция была названа защитная в том числе это и хемозащита и прочее и жир который у нас там находится и вот этот отмершая кожа они очень так неплохо защищают от всего любители косметики противопоставляют а мы сначала делаем пилинг то есть максимально снимаем этот отмерший слой максимально снимаем жир и прочее ну да тем не менее вся биохимия шкуры она направлена на то чтобы не пускать в особенности какие-то крупные органические молекулы а как правило все вот эти вот биоактивные они то все как раз достаточно крупными просто пролезть нет ну то что часть конечно проходит это само собой я думаю действие феналгона горчичников на себе испытываю все так или иначе и говорить о том что через кожу ничто не проходит ну грубо немножко легкомысленно на фоне таких вот очевидных фактов хотя попадалось мне книжка где там с пеной у рта прям кожи вообще ничего не пускает мы более такие интенсивные грязи всевозможные обертывания опять же почему там минералы и у кого минеральные добавки то есть сравнительно не крупные молекулы то есть на уровне солей на уровне микроэлементов вот а крупные я не веду это как раз вот белковые элементы там где молекулы а кем на и вот она и малоподвижная и кто ее туда протащит во внутренне известно но по этой причине есть еще один метод который как бы протаскивать все через шкуру это место терапии когда его протыкают в сотню места было впрыскивать каждый раз по чуть-чуть хотя и само протыкание тоже как бы у нас способствует собственно говоря всевозможные вот эти вот крема эксфолианты скрабы пилинги фруктовый пилинг вот есть там хему пилинг который там говорят что это мало чем основы они грубо говоря здорово обдирают нынешние пеной миссии или делают микро повреждения за счет обновление и обмен только вот здесь очень важно не переборщить наш переборщив его пилингом можно вместо паскать омоленого лица получить жену фредди крюгера в общем-то потому что сажу конечно здесь сейчас смешно поржать а так вообще были реальные судяки риски когда неквалифицированный работник и мы так и делал не зная ни дозы ничего просто сказали что офигительная косметика поэтому профессиональная косметика нам потому называется профессиональная что там идут очень высокий уровень коррекции поэтому рассчитан только на профессиональные руки если вы не совсем в теме если вы чистого любите чисто механику то старайтесь и придерживаться вот этого не лезть особо мощная косметика там действительно очень серьезные возможности но как и любым серьезным инструментом пользоваться аккуратно то есть слишком сильно нарушать защиту кожи не стоит но опять же нужно понимать воздействие той же самой допустим там не на терапии там воздействие идет где-то пополам от самого фактора прокола и плюс еще вещества потому что сам фактор прокола уже дает сильное раздражение микро повреждения они способствуют омоложению кожи если вы обратите внимание то вот мужчин часто шея щеки и подбородок вырезать моложе нежели кожу около глаз и на лбу ну или если сравнивать женщинами за счет чего за счет того что мужчина регулярно греется регулярно сносит кожу снимает вместе с волосами с пены отмершие слои идет постоянное обновление говоря на вот регулярном в эстетике это очень значит следующие у нас выделительная выделительная функция она достаточно важно для тех кто работает в сауне в бане то есть нужно понимать механизмы как работают вот это вот все хозяйство и кстати вот вспоминаем когда мы говорили с вами про лимфу и про все остальное и про алкоголь я говорил что не надо совмещать с алкоголем все эти процедуры собственно говоря каковы причины еще дополнительно в бане очень многие часто говорят что я если не выпью то я не потею вот мне пиво обязательно надо вот хотя это объясняешь после бани пожалуйста собой баню после больного становить баланс там водный то все расслабиться немножко до болгороди слов еще говорю после бани укради но рынку а во время паренью это категорически не советую потому что будет отек ладно если человек там не особо склонен конечно никто не занято так почему без пива не потеет потому что как только выпить пиво в интерстицию сразу вот такой вот реку их течет жидкость но и естественно излишки легко выводится а не потеяну потому что он не прогрелся как следует и поэтому или спаду очень напряженный человек то есть большую уровень сосудистой спастики может быть вот купить грубо конечно вы клиенту не указ вот хочет пусть бутылку лодки же вот ну так сознается реальная опасность для здоровья и уж пользу это точно никакой даже небольшого количества просто идем до потения идет потенем за счет того что там также идет активно замысливание то есть это примерно то же самое лучше вот я тут не купол там все равно чуть чистый нету не ничего на соски не объявлял не томит у меня носовки ничего я сейчас он выброшу на контейнеры из пылесоса накопитель он будет что-то внести примерно то же самое получается когда человек пьет это водка выделительной функции и второй момент выделительной функции кожи связаны это когда мы с вами занимаемся медовым массажем не знаю смотрели ли вы передачу о самом главном с сергеем агаткиным там где как раз исследуется сосков при медовом массаже ну и в общем то было подтвердено о чем говорят все нормальные просвещенные люди что там в общем то кроме частиц эпидермиса волосы обычной грязи и собственно меда нет нифига потому что некоторые апологеты особенно из разряда еганутых и шизотериков вот они начинают там лепить что вот там выводим такие токсины как раз да набирая на то что мед вот там а это все всосалось ничего там кожи не это самое не всосала рассосать вообще не умеет чего вы там не делали сколько вы не предлагали сосать она не в общем то это на естественных свойствах кожи которые вот мы с вами записали это защитное свойство кожа предназначена защита а не для того чтобы все выбрызгивать токсины выделяются в основном вместе с потом это это такая попутная функция в общем то они головная функция больше терморегулирования чем выделительная хотя выделительная тоже частично есть кожа она не очень охотно как я уже говорил всегда пускает особенно тяжелую органику а мед кроме сахаров там органика и собственно говоря что происходит вот на медовом массаже на самую машину рукой и захватываем часть меда когда при поднимается мы элементарно выветриваем воду которые есть меди и надо у нас становится все плотнее и плотнее с каждого взмах собственно вокруг этого все изменения просто элементарно вгустеть плюс нацапывать на себя грязюк лучшем Продолжение следует...